Воинским делом О великих сражениях и победах российского флота бессмертна Она запечатлена в предметах и документах, собранных на борту большого корабля, идущего сквозь время и эпохи, сохраняя живую историю и правду о ней Мы отправляемся в Одиссею, вглубь времени, вглубь самой памяти Этот огромный ныне музей вырос из Петровской модель-камеры, хранилища моделей кораблей, по которым строились суда Впервые она упоминается в письме Петра от 13 января 1709 года С этой модель-камеры, располагавшейся в Адмиралтействе, начинается история Центрального военно-морского музея В одной точке времени и пространства сходятся судьбы Санкт-Петербурга, военно-морского флота и морского музея Это было тяжелое время, время битв и великих потрясений Победы молодого флота России обеспечили тогда связь с Европой и развитие государства Страна стала морской державой Российский флот быстро строился и развивался За время своего царствования Петр I превратил флот в грозную силу К началу XIX века модели кораблей становятся памятниками судостроительной мысли Приобретая уже не практическую, а историческую ценность И в 1805 году на основе коллекции модель-камеры создается морской музеум Один из первых военно-морских музеев в мире Начинают собираться коллекции по нескольким направлениям Можем ли мы сегодня увидеть, как строился, каким был отечественный флот в начале своего пути? Ответ найдем в предметах корабельного фонда, хранящего одну из богатейших в мире коллекций моделей кораблей Это знаменитый ботик Петра I Модели кораблей в масштабе 1 к 12 Уникальные модели неосуществленных проектов Бессмертие и память имеют и бумажную форму Экспонаты рукописно-документального фонда Это свидетельство жизни и службы моряков 18-го, 21-го веков Это воздух времени А ткань времени сберегает знаменный фонд Знамена, выемпелы, моряцкая форма И за каждым знаменем история судна, история победы За каждым мундиром чья-то судьба Оружейный фонд – это предметы вооружения разных стран и народов от Средневековья до наших дней Драться до последнего – одна из Петровских заповедей Как и при помощи чего ее соблюдали, покажет коллекция оружия Чертежный фонд хранит около 20 тысяч чертежей кораблей Среди них чертежи с автографами Петра Великого и других выдающихся деятелей государства и флота В специальном фонде собраны материальные знаки флотских успехов Награды и памятные знаки Российской империи, СССР и Российской Федерации Среди них коллекция орденов Ушакова – высшие военно-морские награды Коллекция живописи, графики и скульптуры в фонде изобразительного искусства Это более 59 тысяч произведений Само море хранит военно-морской музей с его волнами и бризами Море в живописи и графике Айвазовского, Боголюбова, Беггрова, Аккерта Море в гравюрах Зубовых, Шхонебека и Пикарта В 60-х годах XIX века четко определяется программа музея Сохранять памятники истории флота и отражать его современное состояние Экспонаты позволяют не только изучать события, но понимать характер, роль и значение тех людей, которые творили историю Многие из музейных предметов связаны с моментами славы и наивысшего проявления человеческого духа в сложных ситуациях В 1909 году музей получает имя своего основателя Петра Великого Перед торжественным празднованием двухсотлетия на музей возлагается ответственная миссия воспитания и обучения моряков В начале XX века сама история ложится на новый курс Открываются новые горизонты Начинает свой долгий и легендарный путь крейсер «Аврора» Выстрел «Аврора» 25 октября 1917 года сделал его самым известным кораблем в истории XX века Одним из главных символов не только Октябрьской революции, но и города После революции происходит пополнение собраний музея за счет частных и государственных коллекций Появляются планы его перестройки В августе 1939 года музею было передано одно из знаковых строений Ленинграда Здание биржи А в феврале 1941 года открылась экспозиция в его залах Но история преподносит новые испытания Через четыре месяца начинается Великая Отечественная война С началом войны наиболее ценные экспонаты музея были эвакуированы Большинство сотрудников ушли на фронт Те, что остались, продолжали комплектовать фонды и заниматься просветительской работой Подводная лодка «Д-2», построенная в 1929 году, заступила на боевое дежурство Однако вскоре чуть не погибло, запутавшись в противолодочной сети, выставленной немцами Двое суток подводники боролись за жизнь, освобождая лодку Погружались днем под воду, а ночью рубили стальную сеть Наконец «Д-2» удалось вырваться из ловушки Дорога жизни спасала ленинградцев от гибели Но еды все равно не хватало Блокада собирала свою страшную дань От голода погибли 8 работников музея Но ленинград выстоял Выстоял и Центральный военно-морской музей И уже 28 июля 1946 года он вновь открыл двери для посетителей После войны музей расширяется Создаются его многочисленные филиалы В 1956 году открывается филиал на крейсере «Аврора» И он становится первым в нашей стране кораблем-музеем В 1972 году на берегу Ладоги открывается филиал «Дорога жизни» А в 1980-м в здании Кронштадтского морского собора Начинает работу филиал «Кронштадтская крепость» В 1994 году первой в нашей стране полностью музеифицированной подводной лодкой Становится подлодка «Д-2 народоволец» В 2012 году в состав Центрального военно-морского музея Входят крейсер «Михаил Кутузов» и музей Балтийского флота в Балтийске И, наконец, в апреле 2013 года Был завершен перевод коллекций Центрального военно-морского музея В отреставрированный комплекс Крюковских казарм Ко дню военно-морского флота 27 июля 2014 года Полностью открыта для посещения экспозиция 19 залов славной истории российского флота Очень серьезный шаг вперед мы сделали в последнее время После того, как музей переехал с биржи в Крюковские казармы Буквально за последние три года у нас реконструированы, отреставрированы Приведены к современному виду морской собор в Кронштадте Дорога жизни – это Ленинградская область Сейчас делается очень многое для того, чтобы привести в порядок музей Балтийского флота Который находится в Ленинградской области Ну, конечно же, наша гордость Аврора, которая была отреставрирована Отремонтирован не только сам корабль, приведен в порядок Но и музейное образование, которое есть на нем, оно стало совершенно другим Если я даже сегодня скажу, что музей на Авроре Один из самых современных и самых лучших в городе Вы, наверное, со мной согласитесь Свидетельством тому является и то, что по итогам 2016 года Нам был вручен специальный приз губернатора Санкт-Петербурга Егор Сергеевича Полтавченко за лучшую экспозицию Залог существования и развития музея – его научно-исследовательская работа Помимо работы с фондами, музей регулярно проводит научно-практические конференции И среди них конференция «Море и флот», проходящая с 2015 года И с 2014 года – коллегией музеев военно-морской направленности Российской Федерации Со времени своего создания музей был не только хранилищем и выставочной площадкой Он всегда оставался и морским образовательным центром Сегодня его культурно-просветительская деятельность Адресована не только специалистам морского и военного дела Но и широкому кругу посетителей – взрослым и детям Обязательно надо понимать, каким будет музей через 5, и через 10, и через 30 лет И при этом надо ставить в себе самые высокие задачи По самым высоким мировым стандартам Надо стремиться всегда быть лучшим Нашему коллективу удалось сделать очень многое По итогам 2017 года Интернет-опрос, проведенный Комитетом по культуре Санкт-Петербурга Показал, что мы востребованы Нас уважают и даже считают одним из лучших музеев Санкт-Петербурга Добро пожаловать в залы Центрального военно-морского музея Сокровищницы истории флота и поистине национального достояния России Комитетом по культуре Санкт-Петербурга Сокровищницы истории флота и поиск в культуре Санкт-Петербурга Сокровищницы истории флота и поиск в культуре Санкт-Петербурга